В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Дан старт началу реконструкции. Через пять месяцев горожанам обещают представить обновленный парк. Государственная поддержка на сумму более 9 миллионов рублей. В администрации вручили сертификаты на жилье молодым семьям. Рисунки в стиле джаз. В художественной галерее открылась новая выставка. Далее расскажем обо всем подробно. Дан официальный старт реконструкции парка имени Зернова. Напомним, что грант на 100 миллионов рублей город получил по результатам Всероссийского конкурса проектов формирования комфортной городской среды в малых городах. Благоустраивать парк будет дорожно-эксплуатационное предприятие. Запланированный срок окончания работ – ноябрь текущего года. Подробности далее. Парк культуры отдыха имени Зернова стал одним из приоритетных объектов благоустройства в нашем городе по результатам голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Выбор в пользу этой территории сделали 26 тысяч горожан. Площадку побольше, потому что вот когда мы приходим всем лагерям, нам не хватает места. Дорожка вот, конечно, плохая, как идти вот сюда вот на Москву. Вот очень разбитая вся дорожка. И я говорю, конечно, нужно там асфальтик сделать ровненький. Для малышей, наверное, что побольше аттракционных, потому что я вижу только паровозик там. Наверное, прогулочную зону около реки. Сегодня пришла, вот я села, просто с удовольствием отдыхаю здесь. Вот, если еще здесь вот новые аттракционные поставят, новые заменят, то это будет вообще шик. Долгие часы общественных обсуждений и споров позади, конкурсные процедуры проведены, подрядчик определен. Долгожданная реконструкция парка имени Зернова официально стартовала. На строительство новых аллей дорожек и входной группы потратят 100 миллионов рублей. Это, конечно, доверие горожан. И их именно такое мнение послужило основой для такого масштабного действия власти, органов местного управления, чтобы ресурсы, которые есть и наши, и федеральные, были задействованы на реконструкцию этого парка. Согласно концепции реконструкции, в парке сохранят планировку центральных аллей. Один из основных объектов благоустройства – поймы реки Сатис. К будущей зоне рекреации построят большой лестничный спуск, который будет продолжением центральной аллеи. Будут площадки для отдыха, будут беседки. Будет располагаться и наша водочная станция. Мы надеемся, это будет в рамках предпринимательской деятельности осуществлено. То есть уже понимание есть, и инвестор готов заходить, и надеемся, что он зайдет в этом году. В середине июня начнется демонтаж старых конструкций входной группы напротив стадиона ИКАР. Обещают, что в процессе строительных работ парк будет функционировать в прежнем режиме. Мы планируем начать земляные работы. Незначительная будет валка по центральной аллее деревьев, небольшие объемы. Ну и дальше начнем демонтировать покрытие асфальтное и планируем начать выполнение покрытия из брусчатки. Всего в парке появится 11 тысяч квадратных метров новой брусчатки, а еще комплексное освещение, ротонда и расширенная стоянка в районе улицы Зернова. Эти и другие строительные работы предстоит выполнить до 27 ноября текущего года. Напомним, что не так давно в парке Зернова была сдана в эксплуатацию детская площадка. На строительство зоны для семейного отдыха потратили почти 20 миллионов рублей. Все работы должны были завершить 15 сентября 2018 года, но срок сдачи площадки задержали больше, чем на три месяца. И последние объекты доделывали тогда, когда кругом лежал снег. Повторится ли этот печальный опыт с реконструкцией парка, узнаем уже осенью. Дарится Порыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. В администрации вручили сертификаты семи саровским семьям. В рамках программы «Молодая семья» они получат субсидии от государства на общую сумму более 9 миллионов рублей. Средства можно потратить на покупку или строительство жилья в Сарове или Нижегородской области. Также в рамках программы «Поддержки сирот старше 18 лет» вручили документы на однокомнатную квартиру Владиславу Измесьеву. Поздравляю вас с вручением этого сертификата. Более 400 молодых саровских семей за 13 лет получили сертификаты на получение социальной выплаты для улучшения своих жилищных условий. В этом году в торжественной обстановке документы вручили еще семи семьям, четыре из которых многодетные. Многодетные внеочерненькие в рамках этой программы. То есть они приходят, заявляются в этом году и в следующем году получают. Они всегда впереди списка. Вот видите, в этом году это четыре семьи. В списках на 2020 год уже восемь многодетных семейщиков. Мы его, кстати, вчера отправили в министерство. И уже молодые семьи могут прийти и ознакомиться со списками. Они, как обычно, вывешены на стендах фойе первого этажа. Три семьи ждали получения сертификата в более 10 лет. Некоторые уже оформили ипотеку и купили квартиры. Теперь они смогут погасить кредит банку, представленной социальной выплатой. Также сертификат можно использовать при покупке или строительстве жилья в Сарове или Нижегородской области. Программы почему пользуются с Пау-Росом? Ну смотрите, поддержка семьи из пяти человек стоит полтора миллиона безвозмездно. Это очень много, согласитесь. И поэтому без такой помощи государству молодой семьи зачастую невозможно приобрести самостоятельное жилье. В июле планируется выдать сертификаты на получение социальной выплаты еще 14 саровским семьям. Также вручили документы на квартиру площадью 35 квадратных метров молодому человеку, родители которого умерли. В течение лета жильем обеспечат еще двух сирот. Елена Грецко, Владимир Лисик, служба новостей, Саров, 24. В связи с наступлением сухой и теплой погоды высока вероятность возгорания торфянников и сухостоя. Для контроля за соблюдением правил пожарной безопасности сотрудники полиции Сарова патрулируют места массового отдыха горожан, в том числе в лесных массивах и садоводческих товариществах. За нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусматривается административный штраф для граждан до 4, для юридических лиц до 400 тысяч рублей. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии провели исследование водоемов города. По данным лабораторного контроля, вода соответствует санитарно-гигиеническим требованиям в озере Протяжном пруду Боровом. На первом и втором Филипповских озерах, пруду Балыковском и реке Сатис имеются значительные микробные загрязнения воды. При этом болезнетворные бактерии не обнаружены. Купание в этих водоемах не рекомендуется. Вода в купальне источника Святого Владимира и купальне поселка Хитрый не соответствуют гигиеническим требованиям. Министерство просвещения России подвело итоги конкурсного отбора на предоставление грантов в рамках реализации государственной программы развития образования. Вторая гимназия стала победителем в направлении эффективной механизмы формирования, развития и оценки функциональной грамотности обучающихся. Сумма грантовых средств – 1 миллион 273 тысяч рублей. В Сарове состоится пятый фестиваль колокольных звонов и православных песнопений. В программе выступления звонарей, гусляров, театра пилигримы с Коломной и хоровых коллективов Сарова. Начнется фестиваль 16 июня в 17 часов у храма во имя святых царственных срастотерпцев. Мероприятие рассчитано для лиц старше 12 лет. В городской художественной галерее открылась персональная выставка саровского художника Анатолия Зеленцова. В экспозиции под названием «Рисунки в стиле джаз» представлена живопись, графика, иконопись из частных и музейных коллекций. Художник работал в техниках темперной и масляной живописи. Предпочтение отдавал пастели. Открытие выставки и рисунки в стиле джаз посетила и наша съемочная группа. Персональная выставка – это большое событие для художника. Показать самые яркие работы зрителю мечтают как молодые таланты, так и мастера изобразительного искусства. Художник Анатолий Зеленцов, как и многие коллеги по цеху, мечтал о персональной выставке. Только вот воплотить эту творческую идею в жизнь смогли его друзья и близкие, уже после смерти известного саровского художника. Не было у него большой персональной никогда, хотя работал он очень много. У него работы уходили из-за границы, много уезжало в Санкт-Петербург, Москву, в другие города. Толя как-то в разговоре мне сказал, конечно, я бы мечтал увидеть эти работы вместе на большой выставке. Но это он говорил так, тихо, потому что он не верил никогда. И просто некогда было, потому что жизнь такая тяжелая у художника. Анатолий Зеленцов писал картины в техниках темперной и масляной живописи. Предпочтение отдавал пастели. Именно в этой технике Анатолий Зеленцов написал множество пейзажей родного города. Здесь саров предстает в разное совершенно время года, и зимой, и осенью, и летом, где, казалось бы, вот такой сиюминутный взгляд на город запечатлевает художник в своей работе, и он остается. Значимая часть выставки – это работы из джазовой серии художника. Анатолий Зеленцов увлекался русским авангардом. Это направление нашло отображение в картинах автора. Ракурсы, развороты, композиции, которые не копируют, а просто вот как мы влюбляемся в музыку, как мы влюбляемся в цвет, как мы влюбляемся в пейзаж. Вот точно так же он работал с этой темой. Вечер памяти Анатолия Зеленцова превратила зал художественной галереи в настоящую творческую мастерскую. Близкие актеры, музыканты и поэты делились со зрителями самыми яркими воспоминаниями о талантливом художнике. Увидеть выставку рисунки в стиле джаз можно будет до конца лета. Дарья Цапорыгина, Константин Настровский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Сарове проходит 71-й чемпионат города по футболу. Соревнования идут по круговой системе, то есть команды проведут по одной игре друг с другом на поле. В этом году любительские сборные городских организаций разделили на две лиги. И в первые шесть команд сыграют три тура, во второй семь команд будут встречаться в рамках чемпионата по два раза. На одном из матчей побывала наша съемочная группа. На запасном поле стадион Икар в эти минуты проходит игра в рамках чемпионата города по футболу. За моей спиной встретились команды «Консар» и «Арсенал». Для «Консара» это уже вторая игра, и она обещает быть интересной. Команда давно знакома с Саровским болельщиком. На футбольных полях нашего города она играет уже около 10 лет. Сейчас команду возглавляет один из сторожилов Роман Глушков. Он высоко оценил шансы на победу во втором туре в игре с «Арсеналом». Будем надеяться, что мы выиграем. Шансы, в принципе, есть с этой командой, которой мы сегодня играем с «Арсеналом». Мы уже встречаемся, так сказать, не первый раз. Уже соперника знаем, но они также знают нас. Но постараемся сделать все, чтобы победить. В прошлом году «Консар» выступал во второй лиге чемпионата города по футболу и занял третье место. В этот раз команда также входит во вторую лигу. Всего их две. В лиге поделили по силе команд. То есть есть команда послабее, есть команда посильнее, у которых там более сыгранные коллективы, люди, которые всю жизнь футболом, допустим, занимаются, с детства занимались в футбольных школах, потом сейчас работают и продолжают играть в этом любительском чемпионате. Уже в первые минуты матча «Консар» распечатал ворота соперника и уже через треть периода отправил еще один гол. Давайте узнаем у болельщиков, что они думают о сегодняшней жаркой игре. Мы за «Консар», они чемпионы, они классно играют, молодцы. Да, особо ярких впечатлений не испытал в виде сегодняшней игры. Призываю прийти поболеть всех за ФК «Терем». Я болею за красивый футбол, интересную игру. Игра с «Арсеналом» закончилась победой «Консара» со счетом 4-2. Следующий матч команда проведет 14 июня против «Вымпела» на запасном поле стадион «Икар». На матч приглашают всех любителей футбола. Вход свободный для лиц старше 12 лет. Лакомство, которое лечит о чудодейственных свойствах меда, ходят легенды. В его целительной силе убедились миллионы людей по всему миру. А мед свежего урожая сладкоежками ценится особо. Десятки его сортов можно не только приобрести, но и продегустировать во Дворце культуры и досуговнеев. Там проходит ярмарка «Медовая феерия». Темные, светлые, чистые и с натуральными добавками на любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда свежего урожая вы найдете во Дворце культуры и досуговнеев. С 7 по 9 июня там проходит ярмарка «Медовая феерия». Качество этого полезного лакомства спасики пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах страны, в том числе и в Сарове. Михайловы лично внимательно следят за тем, чтобы ассортимент меда удовлетворял каждого. Поэтому на «Медовой феерии» можно найти достаточно редкие сорта. Например, дальневосточный шмелинный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. А еще любимый многими хвойный мед. На щитовидную железу хорошее действие оказывает. Потом против простудных заболеваний. Он обладает противовоспалительным свойством. Впервые на «Медовой феерии» мед с дягеля. Это алтайский мед, который улучшает работу желудочно-кишечного тракта и оказывает благотворное действие на суставы. И как и любые темные сорта меда, такие как тот же хвойный или каштановый, помогает работой сердечно-сосудистой системы. На ярмарке есть липовый, майский, цветочный, высокогорный мед и мед с акацией, который полезен и подходит как взрослым, так и детям. Мед с акацией – очень хороший мед. Он, во-первых, не кристаллизуется, он очень долго стоит в жидком виде и полезен детям, аллергию не вызывает. Конечно, на ярмарке «Медовая феерия» вам предложат и сами продукты пчеловодства – пирга, пыльца, маточное молочко и настойка прополиса на воде. Для детей очень хорошо сейчас актуальны смены температуры, как аэрозоль брызгает в горло, от насморка тоже можно ее применять. Потом, если ожоги, не дай бог, это тоже обладает противовоспалительным действием. Все сорта можно попробовать лично и остановиться на том, который больше понравится. Не пропустите! Ярмарка «Медовая феерия» работает во Дворце культуры и Досуговнеев с 7 по 9 июня с 10 утра до 6 вечера. Впереди вас ждет прогноз погоды. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале, в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте sorov24.ru. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей! Субтитры создавал DimaTorzok